Ну что же, начнем, да? Картинок у меня будет не очень много. Вот это одна из самых красивых. Это есть библиотека Кэтс, и у них вот эта картинка является, так скажем, их логотипом или не логотипом. И рассказывать я буду, ну, доклад все-таки достаточно короткий, и все, что хотелось бы рассказать, не получится. Поэтому я расскажу про все понемножку. То есть затрону гибраические типы данных, классы типов, чуть-чуть про теорию категорий. Немножко из библиотеки Кэтс и Скалозит буду примеры какие-то приводить. И расскажу про ту предметную область, где мне все это хозяйство пригодилось. Потому что, ну, все это достаточно такое, необычные всякие штуки. Поэтому, ну, по крайней мере, для меня, поэтому хотелось бы поделиться тем, что они все-таки в жизни пригождаются. Значит, логибраические типы данных. Есть та же самая аббревиатура ADT, называется абстрактные типы данных. В абстрактных типах данных мы делаем что? Мы делаем интерфейсы, где-то там что-то скрываем. И доступ к этим данным, как бы, виртуальный через какой-то последний, через какой-то последний обеспечен. В алгибраических типах данных другая картина. Алгибраические типы данных полностью открыты. И там хранятся данные в виде, ну, что-то вроде Yenum. То есть перечисления с вариантами. Значит, вот у нас есть два способа конструирования. В Скале это выглядит примерно так. То есть мы говорим, объявляем такой трейд родительский. Это у нас будет тип данных, с которым мы работаем. И у этого типа данных есть реализации. Вот в данном случае три реализации. Это значит у нас тип суммы. То есть тип верхнего уровня слагается из типов дочерних. А каждый из этих типов отдельных представляет собой произведение из двух простых типов. То есть вот такая картина. Ну, в данном случае, в тривиальном случае, там у нас получается нет никаких подтипов, просто объекты и все. Очень важно то, что эти типы данных, ну, вот такие данные, они открытые. И не содержат ничего, что, вот кроме данных, сами данные и все. А дальше вы что хотите, то и делаете. И работать с ними за счет того, что они имеют, в общем-то, однородную структуру. То есть либо у нас сумма мы делаем, pattern matching, либо произведение мы вытаскиваем данные из одного объекта. То есть структура однородная достаточно. Вот поэтому мы можем внешним образом подцепить алгоритмы, какие хотим. И они будут прекрасно себя чувствовать. Вот когда мы работаем с объектно-ориентированным подходом, там нам приходится вот в объект скрывать там данные, привязывать туда методы к этим данным. То есть все как бы в один объект засовывать. Это давным-давно было большим плюсом, когда-то там, когда объектно-ориентированное программирование появилось. Сейчас это уже выглядит немножко не плюсом, потому что есть минусы в этом, большие. Вот. Второй момент еще. То, что мы структура данных, поскольку она не замутнена никакими методами, обработками, всякими громоздкими штуками, она очень простенькая. То есть мы взяли модель наших данных, объявили, и она наглядно помещается на один экран. Очень удобно. Там достаточно разрезистая модель, можно объяснить. Вот. Как мы добавляем алгоритмы обработки? Значит, для того, чтобы добавлять алгоритмы обработки, используются типы классов. Мы могли бы, конечно, просто написать функцию, которая принимает тип и радуется. Но нам хотелось бы использовать, как бы дополнить наши типы тем же местом. То есть мы пользоваться этими типами нашими хотим так же удобно, как раньше мы в объектно-ориентированном подходе пользовались. Вот. А, вот эта большая часть доклада есть на Хабре в виде... Кстати, я там долго писал на Хабре, поэтому там можно будет основные моменты уточнить. Почему мы заботимся о повторном использовании? Ну, мы сначала писали универсальные алгоритмы, потом перешли там к дженерикам. А сейчас используем уже, например, типы классов для того, чтобы писать еще более в общеные алгоритмы. Кому это надо? Ведь можно написал для своей задачки алгоритмы, но успокоился. В чем плюсы в общеных алгоритмах? В том, что их можно вынести в библиотеку, отдельно протестировать, а потом больше их не трогать. И таких библиотек уже много, которые основаны на такие обобщенные библиотеки. Они достаточно хорошо, очень высокого качества. То есть нам не надо разрабатывать сложные алгоритмы всякий раз. Мы просто берем алгоритм, реализуем минимальный набор операций для работы с нашими типами данных, и все. И мы пользуемся всем богатством этих алгоритмов, которые уже за нас написали. Вот классический пример, академический пример. Сортировка. Мы говорим, что в скале есть два типа данных. Ordering и Ordered. Содержащие один и тот же метод компании, но немножко отличается с сигнатурой. В чем фишка? Ordered – это класс, который сделан по объектно-ориентированному подходу. То есть мы должны унаследовать этот ордеринг и реализовать метод. И мы сравниваем текущий объект с каким-то другим. Такой подход имеет ограниченное применение, потому что мы имеем только один порядок, связанный с нашим типом. Это вообще говоря неудобно и никуда не годится. Если мы используем Ordering, то это мы реализуем отдельный класс, реализующий этот интерфейс, для нашего типа. Тем самым мы можем иметь несколько вариантов этого ордеринга для одного и того же типа данных. И алгоритм сортировки должен принимать как объекты данного типа, причем их может быть список объектов этого типа, и еще один экземпляр вот этого класса ордеринг, который идет сбоку. Но он фактически передается в качестве имплисита. То есть мы передаем данные, и плюс еще компилятор автоматически подставляет объект отдельный, который для наших типов данных подходит, который с нашими типами данных умеет работать. С точки зрения производительности, по-моему, это примерно то же самое, что метод, реализованный прямо в самом объекте. Почему? Потому что все равно идет виртуальный вызов у объекта, просто параметров там на один больше, и все. Поэтому на производительности это сильно не сказывается. А с точки зрения общности алгоритма, драматически меняется картина, потому что мы можем делать все, что угодно. И к любому типу данных этот класс привязать. Помимо типа класса, его можно использовать как есть. Взяли, объявили, компарию вызываем, и все, никаких вопросов. Нам хотелось бы еще иметь вот такой метод, похожий на метод, который у нас в ордеред объявлен. То есть там что-то наподобие объявлен метод. Его можно реализовать с помощью PimpMyLibrary. То есть в скале есть такой паттерн, что мы добавляем новые методы к существующим типам. Вот таким вот образом взяли и добавили. Есть еще целая библиотека такая, но она не очень большая, но полезная. Вот в том плане полезная, что мы можем вот такую аннотацию добавить. И эта библиотека с помощью макросов делает нам несколько полезных штук, включая вот такую. Вот, то есть она берет первый аргумент отсюда, вытаскивает его, засовывает сюда. В списке аргументов вставляет только вот эту часть, ну и все. То есть она вот это преобразование кода выполняет для нас. И вот этот вот implicit-класс формирует. То есть в принципе такая вещь, ну, удобная, я так сказал. А вот еще один пример. То есть орденинг это был такой канонический пример, да? А здесь пример уже из практики. То есть, ну, по роду деятельности мне приходится обрабатывать всякие деревья, всякие языки и деревья, представляющие эти языки. EPSX синтекс 3. И типичная задача это при обработке этих деревьев. Это всякого рода оптимизация и нахождение всяких нюансов, статические проверки и так далее. Вот для того, чтобы обрабатывать притвольные деревья, можно сделать библиотеку, которая опирается на вот такой вот type-класс. И в этой библиотеке мы реализуем ряд методов, которые обрабатывают дерево. Ну, в частности, здесь задача была какая? Переписывание дерева. И теперь, если мы пишем какой-то новый очередной язык, AST, мы для него реализуем вот этот type-класс и можем пользоваться нашей реализованной библиотекой. Вот в чем нюанс с переписыванием дерева? То есть у нас дерево представляет собой узел, и там дети у него есть. И мы хотим, во-первых, обойти все дерево, и это у нас универсальный алгоритм. Но при этом мы хотим получать экземпляры того же самого класса, что и был. А уже этого без рефлекшна мы сделать не можем. Вот. Поэтому и более того, там могут быть всякие нюансы. Поэтому мы говорим, что берем узел дерева и вытаскиваем из него детей. А здесь мы говорим, вот он узел, вот его новые дети, которые надо туда вставить. И у нас будет код, который это автоматически, ну не автоматически, а может быть вручную или с помощью макроса, будет вставлять. То есть детей для этого дела. Ну, в частности, если мы используем кейс-класс, то можно написать макрос, который будет реализовывать такой класс автоматически. То есть для алгебрических данных это делается не очень сложно. Ну и сам алгоритм. Но это тут можно сильно не дегать, больше мы не будем пользоваться. Просто пользуемся каким образом. То есть мы опять же объявляем, что у него implicit, вот этот аргумент появляется, тайп-класс, вместе с нашим корнем дерева. А дерево это не только корень, но и там куча всяких детей. То есть это структура данных. Вместе с корнем дерева передается нам вот этот тип для работы с ним, для переписывания. И мы дальше, а вот это мы вытаскиваем, вот это симулякром, вот эти метод .children добавляет и .replace children. Вот как они выглядят. То есть если в самом интерфейсе у нас они принимали параметр node, то симулякром этот параметр переносит вот сюда, перед точкой. И то же самое здесь. У нас был параметр node, и мы его перенесли перед точкой. Вот. Ну и дальше мы просто оббегаем. Это как бы сокращенная версия, там на хабре, она немножко более развеситая, с учетом того, что мы не хотим переписывать дерево, если оно не требует переписывания. И вот здесь мы передаем функцию частичную, которая говорит, хотим мы переписать. То есть мы для того, чтобы сделать какую-нибудь оптимизацию, мы делаем pattern matching. Если нашли в дереве вот такой-то паттерн, то заменить его на тот. А все остальные случаи нас не касаются. И вот этот алгоритм будет обходить все дерево и вызывать нашу функцию. Если наша функция сработала, то он говорит, ага, надо переписать вот этот узел и все, что выше него. Ну и соответственно за счет option он там все выше перепишет. Вот. Теперь уже пошли некоторые моменты из библиотеки, наверное, КЭЦ. И не только КЭЦ. Вот то, о чем сейчас я буду говорить, нашло широкое применение во всяких функциональных языках. Начиная с Хаскеля, потом это перешло в библиотеку Скаладзи Скала, и потом Скаладзи немножко упростили, и получился КЭЦ. То есть Скаладзи и КЭЦ развиваются параллельно, и пока непонятно, в какую сторону качнется маятник. Вот. Но КЭЦ это как бы упрощенная версия Скаладзи. Она как-то более понятная, что ли. То есть если, допустим, сейчас изучать этот вопрос, то, наверное, с КЭЦ будет проще начинать. Так. Значит, полугруппа. То есть это одно из таких достаточно простых вещей. То есть это объект, с которым можно объединять, выполнять комбайн. То есть в принципе сложение чисел – это пример полугруппы. Мы берем любые два числа, было два числа, вот они, раз и два. Одно число – другое. И мы их сложили, получили одно число, и вот оно, это одно число. И вот такого типа операции встречаются часто. Складывать можно там, векторы можно складывать, строчки склеивать, списки там склеивать и так далее. То есть очень много вещей, которые можно вот таким образом склеивать. То есть мы берем два экземпляра одного типа, склеили, получили новый экземпляр. То есть часто встречающиеся ситуации. Но мы ее здесь объявляем не внутри самого типа. То есть допустим, у строки есть конкретинация. Там мы пишем string+, например. У числа есть тоже сложение. У списков есть какой-то, например, три-двые точек. Еще кого-то еще как-то по-разному называются операции. Их полиморфно использовать нельзя. То есть мы, если будем оперировать напрямую с этими списками, с числами и так далее, то мы теряем возможность написать универсальный алгоритм, который базируется на этой операции. То есть если где-то нам надо что-то накапливать, ну такое может быть, да, то есть мы где-то что-то хотим накапливать, неважно, какого оно было изначально типа. Вот мы не сможем написать такой алгоритм. А вот если мы реализуем для этого типа полугруппу, то мы сможем написать такой алгоритм. То есть мы, значит, семигрупп имеет один метод комбайн. И если мы его реализуем для нашего типа данных, то, пожалуйста, несколько алгоритмов, которым требуется полугруппа, мы сможем использовать. Значит, следующий шаг – это маноид. Название такое симпатичное. Вообще названия здесь такие, своеобразные. Но они широко используются, везде одинаковые. Поэтому если вы как бы разобрались с ними, то вам уже потом везде вы их будете встречать, как старых знакомых друзей. Значит, это та же самая полугруппа, только у нее еще добавлен пустой элемент. Потому что вот когда у нас, мы, например, хотим что-то накапливать, да, нам надо с чего-то начинать. То есть вы, наверное, знаете, fold-left, например, у него там всегда есть какой-то начальный элемент, с которым надо стартовать. Вот. Если для этого типа данных у нас нету с чего стартовать, а нам передали, например, пустой какой-нибудь список или еще что-то, то мы не знаем, как нам вот продолжить наше движение. Поэтому, чтобы сделать, вот решить задачу накопления наше, нам надо две операции. Для нашего типа данных пустой элемент получить, и дальше комбинируем с этими элементами друг за дружкой, все туда подклеиваем. Вот. Значит, хочу обратить внимание на то, что вот этот empty, его нельзя реализовать в объектно-ориентированном подходе вообще. То есть в объектно-ориентированном подходе у нас вот эти методы обобщенные могут быть только у экземпляра. А empty – это тот метод, который вызывается тогда, когда экземпляра нет. То есть если бы нам пришли какие-то данные, то мы бы у них вызвали, там, мы взяли, вытащили первый элемент, вызвали метод empty и были бы счастливы. Но к нам данные не пришли. И там нам не у чего вызывать empty, нам нечего вернуть. Мы можем только сказать exception, извините, пустые списки обрабатывать мы не можем, до свидания. Вот. А если мы используем вот этот подход на основе классов типов, то кроме данных, которых может не быть, может быть просто список, к нам приходит еще и класс на этапе компиляции. То есть компилятор сам автоматически подтянет нужный тип-класс, и уже в тип-классе мы получаем этот самый экземпляр, и у него будет этот метод, который позволит нам создать стартовый вот этот элемент. Хочу обратить внимание на, не знаю, там на прошлой страничке был у нас, а вот, последовательное выполнение вычислений. То есть если у нас есть несколько шагов в алгоритме, мы хотим эти шаги выполнить последовательно. То мы можем склеить любые два шага, у нас получится один шаг чуть большего размера. Но по сути это как бы те же самые вычисления, но выполнены последовательно. И для полноты картины мы должны иметь еще пустое вычисление. То есть если вообще не было алгоритма у нас, то мы должны сказать, что ничего не меняет, все, пустота. Это не просто так, вот здесь пример вычисления, потому что есть такой маноид на основе точкой с запятой. То есть если мы посмотрим на нашу программу, только не на функциональную программу, а на императивную программу, там идут ряд команд, разделенных точкой с запятой. И вот эти команды, по сути, есть последовательно выполнение некоторых модификаций внешнего мира. То есть все они занимаются сайд-эффектами, и мы их последовательно выполняем. И вот точка с запятой, это не просто синтаксическая конструкция языка, а вообще говоря, это получается оператор-комбайн, который склеивает последовательное выполнение в одну линейную цепочку. Так, маноид. Вот, кстати, хороший такой пример. То есть у нас есть три элементарных вычисления, которые мы делаем A, B, C. И мы проверяем, значит, мы объявили для этого нашего типа данных. Тип данных – это вычисление. Ну, он здесь вот условно обозначен вот так вот. Типа отложенное вычисление. Ну, это как бы такой условный пример. Вот. Операция комбайн заключается в том, что мы сначала выполняем первое вычисление, а потом выполняем второе вычисление. И здесь как раз вот видно, что комбайн превращается фактически в оператор точкой с запятой. То есть вот прям вот один к одному. И дальше мы проверяем два условия, необходимых для полугруппы. Ну, я, наверное, забыл об этом сказать, что операция комбайна должна быть не просто сама по себе, она должна быть еще и ассоциативна. То есть мы можем вот эту склейку проводить в любом порядке. Либо сначала первые два, а потом третий приклеить. Либо сначала второй, третий, а потом первый приклеить вначале. Поэтому мы вот видим, что здесь у нас склейка отрабатывает все четко. То есть мы вызвали этот метод комбайн, напечатали ABC, ABC, вот у нас все отлично. И пустой элемент, у него тоже есть там максиматика некоторая. Если мы его приклеиваем, там справа все должно не измениться. И слева если мы приклеим, тоже все должно быть отлично. То есть вот у нас как бы такой простой маной получился. И здесь мы не используем никаких типов классов. Единственное отличие будет в чем? Что нам надо вот это объявить как тип. Но скала не поддерживает такой тип конкретно, нам надо будет еще скобочек добавить. Вот мы объявляем тип и вот это засовываем в экземпляр класса. И все. И вот у нас получился тайп класс для маноида. Теперь небольшое такое отступление про типы высших порядков. То есть мы все хорошо работаем с дженериками. И там в Java есть дженерики. И в принципе параметрический полиморфизм всем привычен. Здесь у нас первые два типа, они по сути являются простыми. Несмотря на то, что здесь дженерик стоит, этот тип простой. Потому что он полностью, все его дженерик, все параметры, они даны. Поэтому мы его можем спокойно передать в Java, оперировать с ним как хотим. И никаких проблем не вызывают. Вот такие типы, полностью определенные, называются, у них такой, типа, sort-тип или kind-тип, звездочка. Как род-тип, род-типы, да? Вот род-типа. Вот звездочка. То есть он один простой элементарный тип. А если мы хотим оперировать с конструктором типа, то есть мы говорим, что вот мы имеем такой тип, и ему надо еще передать параметры, только тогда он станет нормальным типом, с которым уже можно оперировать. То вот такой тип уже является типом высшего порядка. Потому что он не конечный тип, не тот тип, который можно передать в Java. То есть в Java вот такой конструкции нет. То есть она не может оперировать с конструкторами тип. Там есть вопросики для других целей используются, они называются existential, wildcard. Но это совсем другое. А здесь вот этот вопросик означает то, что аргумент, как бы, ну, это функция с одним параметром, но на уровне типов. И мы вот этот вот конструктор типа, в скале мы можем с ним оперировать. Мы можем его в качестве аргумента, type-аргумента для какой-то функции объявить, или в классе там объявить, что этот класс должен принимать вот такие-то типы с одной дырочкой. То есть вот это вот одна дырочка. И kind у них называется такой. Он выглядит как функция. И означает что? Что берем типы обыкновенной, в этот конструктор типов подставляем, получаем тоже обыкновенный тип на выходе. Вот. И эта операция выполняется компилятором. Вот. Есть еще там типы следующего kind'а с двумя звездочками. Ну, то есть если у нас здесь две дырки, то, соответственно, получается три звездочки. Вот это немножко, может быть, путает, да? То есть функция вообще у нас function one, то есть она принимает один аргумент, один результат. Но тип этой функции имеет два аргумента. То есть у нас один аргумент входной, один аргумент выходной. И результатом работы этого типа будет функциональный тип. То есть здесь написано, что тип аргумента сюда надо передать, тип результата, а я вам посчитаю, какой будет функциональный тип. Тип функции, которая здесь будет работать. Вот. Вот такая вот конструкция. Значит, вопросик сам по себе в скале не работает. То есть в скале, чтобы вот это красиво, ну, в скале это поддерживается в самом комплиляторе скала, но оно не очень красивое. То есть там надо какие-то городушки писать синтаксические для того, чтобы добраться до сути вот этого типа высших порядков. Поэтому используется, опять же, в комьюнити широко используется kind projector. То есть во всех библиотехах, которые связаны с вот такими типами, да, используется kind projector. Это небольшой плагинчик, который в скалокомпилятору, который вот эти вопросики превращает вот в эту городушку синтаксическую, скаловскую. Так, теперь немножко, ну, это вот. Да, кстати, если у вас какие-то вопросы есть, то можно задавать их там сразу, потому что. Значит, теперь немножко про теорию категории. Вот жалко, что PDF не поддерживает такого эффектного появления, потому что вот этого еще не должно было появиться потом. Значит, вот смотрите на картинку. Вот эта картинка, она фактически описывает теорию категории. Остается нам только разобраться, что на этой картинке изображено. Это из Википедии картинка. В принципе, если кто картинку вот эту понимает, то говорит, а, ну, все понятно, что такое категория, все ясно. Вот. Ну, поэтому мы немножко подробнее рассмотрим, что за картинка. Значит, категория вот такая вот конструкция. Вот мы с вами рассмотрели полугруппы и маноиды. Полугруппа и маноиды – это вещь простая. То есть мы говорим, что у нас есть операция комбайн и множество каких-то объектов. Или операция комбайн, операция пустой элемент и множество объектов. То есть там конструкция достаточно простая. Здесь, в принципе, конструкция не сильно сложнее, но как бы немножко поинтереснее. Значит, во-первых, тут есть класс объектов. То есть обычно раньше все люди оперировали множествами. Мы говорим, вот множество объектов с заданными на нем операциями. Ну, например, сортировка там или упорядоченность какая-то. То есть мы говорим, вот есть бинарное отношение на множество. Ну и отлично. Вот. Но класс объектов – это более широкое понятие, которое не обязано быть множеством. То есть есть такие вещи, которые в теории множеств не укладываются. Ну, например, сама теория категории, она в теории множеств не укладывается. И поэтому, если мы захотим написать категорию категорий, а мы это можем сделать, окажется, что категория категории, там у них класс объектов не является множеством. Поэтому мы просто говорим класс объектов. В программировании под классом объектов понимается тип. в большинстве случаев и в задачах, которые связаны тем, что скалозит там и как это. Значит, есть стрелочки между объектами? Причем стрелочками может быть все что угодно. Ну, в частности, это может быть простая функция. Или если мы взяли какой-нибудь граф, да, вот эта картинка, она вообще говоря граф, и мы можем сказать, что вот у нас есть множество узлов это, нет, каждый узел это отдельный класс, например, или все узлы это класс, в общем, как-то так, и стрелочки соединяют это дело. То есть, вот объекты и стрелочки. В принципе, определение как у графа. Вот. Еще добавлены две аксиомы. То, что у нас есть композиция стрелочек, и что она вот такая, транзитивная. То есть, значит, вот эта операция композиции, то, что она является транзитивной. Вот, посмотрите, у нас здесь раз-два, а, не транзитивная, а ассоциативная. Вот. Может быть. Может быть. Я вот в этом не очень, может быть, силен. Значит, вот смотрим сюда. То есть, вот у нас есть три преобразования. Три стрелочки. F, G и H. И мы можем, обязательно должна существовать такая стрелочка. То есть, для любых двух стрелочек должна существовать вот такая композиция этих стрелочек. И для этих тоже должна существовать. И все они должны приводить к одному результату. То есть, мы можем вот в эту точку попасть либо вот таким путем. Раз-два-три. Либо вот таким путем, либо вот таким путем. И все эти пути должны приводить в одну и ту же точку. Вот. Ну, в частности, для функции это все справедливо. То есть, эту ассоциативность мы получаем для функций автоматически. Но такая же штука существует и для каких-то других конструкций. Например, функторов. То есть, которые там функции, более сложные функции. Вот. Общее название для таких вещей, которые похожи на функции, называется морфизм. Но мы дальше будем, когда мы касаемся программирования, мы подразумеваем всегда, ну, в большинстве случаев, мы подразумеваем функции зачастую. Значит, если класс объектов множество, то есть, такое тоже достаточно часто бывает, то вот есть малая категория. Ну, это просто термин такой. Значит, вот у нас обыкновенные функции, с которыми мы работаем, да. Отношения частичного порядка. Ну, наверное, мы на основе стрелочек, ну, на основе стрелочек, мы, наверное, можем что-то такое выстроить. Насчет перейти из множества в категорию, я бы здесь сказал, что тут ситуация немножко по-другому выглядит. То есть, вот есть категория, где объектами являются вообще множество. То есть, теория множества рассматривает что? Множество и объекты внутри. И, например, мы рассматриваем функцию, когда берет объект из множества и получаем объект на выходе. А в теории категории рассматривается, когда сами множества, ну, например, мы берем множество всех подножеств и честных чисел. Это вот мы на таком классе объектов можем работать. И дальше мы к этому множеству, ну, допустим, взяли интервал от одного до двух. Вот взяли весь интервал. Это у нас множество. И мы к этому множеству можем найти отображение. Ну, например, функция х квадрат, она ставит, соответственно, вот этому, как бы обычная функция х квадрат. Она берет объект интервал от одного до двух и превращает в объект интервал от одного до четырех. Вот она как раз будет тем самым морфизмом, который занимается теорией категории. Продолжение следует... Значит, мы можем построить категорию, если у нас есть какая-то функция, независимо от ее свойств. Мы объявляем, просто говорим, что мы рассматриваем такую категорию. Вот те аргументы, которые она принимает, функция, множество, допустим, всех этих, это вот наше исходное множество. Или любые подножества этого множества. И на выходе что она дает? И мы говорим, что вот такая функция – это стрелка, соединяющая множество. То есть мы... Нет, это уже функторы будут. То есть вот отображение, это сохраняющая структура, это... Нет, здесь, по-моему, стрелка, вот под стрелочкой здесь поднимается другая конструкция. То есть это не функторы. То есть здесь рассматривается просто стрелочка, которая каким-то образом переводит одно, один объект в другой объект. То есть это не... Ничего про структуру объекта не говорится. Спасибо. Я здесь вам помочь не смогу, потому что собственной теорией категории и развитием ее дальше в алгебру я не занимал. Я могу сказать, что сама категория не рассматривает структуру внутри класса объектов и структуру этих стрелочек. Это уже дополнительные конструкции сверху. То есть мы еще будем смотреть монаду, который строится сверху, и фунтер, который строится сверху вот этой базовой конструкции. Да, это функция. Ну только не совсем нож. То есть если малая категория, то что-то в этом роде. То есть можно построить морфизм такой, естественное преобразование этого алгебры в категорию каким-то образом. Вот я тоже этого, честно говоря, не знаю. Я знаю только, что если мы можем свести нашу категорию к простому случаю, то есть если категория работает с обычными множествами. То есть если у нас в качестве объектов множества рассматривают что-то более сложное, чем множество, то такая категория не является малой. А если категория обыкновенная, ну вот все категории, с которыми приходится сталкиваться, они в принципе укладываются в понятие малой категории. А вот если мы рассматриваем категорию категории уже, то она уже малой не является. Почему важно? Ну простая или не очень простая задача? То есть как бы чисто сложная задача. То есть если мы можем оперировать множество, там и понять проще, и как бы работать дальше с этим как-то можно. Ну, скорее всего да. Да, потому что то, что мы работаем с типами объектов, они в принципе множествами описываются. Так. Значит вот у нас то, что в программировании происходит. Берем объектами категории, здесь являются не экземпляры, программистские экземпляры, то есть которые объект в памяти находятся, а тип этого объекта. И соотношение становится между типами. То есть если мы имеем какую-то функцию, которая берет экземпляр, что-то считает его и получает другой экземпляр, то эта же самая функция становится стрелкой, когда мы рассматриваем ее с точки зрения как стрелка между двумя типами. То есть если у нас функция не дженерик, то у этой функции, например, параметр int, ну например, int на входе, и она в квадрат его возводит, int на выходе. То это стрелочка между двумя типами int, int. То есть категория рассматривает два типа здесь в данном случае, ну один тип int, и это будет такая стрелочка сама на себя. Вот. Нас интересует в большей степени дженерик функции и дженерик вот такие отображения, когда мы работаем с произвольными типами. Поэтому вот эти вот функции, то есть если у нас функция дженерик, принимает аргументы, да, то тогда нам интересно с ней работать, потому что она устанавливает много стрелочек сразу дает. Одна функция дает сразу много стрелочек. Значит, если мы, ну вот здесь я не указал параметр типа, значит, если у нас тип совсем произвольный, и мы хотим, например, построить вот этот торжественный морфизм, то функция, которую реализует этот торжественный морфизм, она ничего с этим типом сделать не может. То есть объект, который к ней пришел, она может только его того же самого типа, она может только вернуть тот же самый объект. То есть мы могли бы вывести вот это определение этой функции просто на основе того, что она принимает объект произвольного типа и возвращает объект этого же типа. У этой функции нет ничего другого, кроме того, что ей передали. И никаких операций она не может сделать. Поэтому вот этот тождественный морфизм, он единственный. То есть он следует из определения этого типа. Есть еще, кроме простых функций, которые работают непосредственно с данными. Мы можем соотношение между типами восстановить с помощью линз. То есть мы берем нашу модель предметной области. И у нас там есть какая-то структура данных. И мы говорим, что, например, вот здесь у нас персон и есть адрес. Вот у нас два типа данных, персон и адрес. И есть вот такая вот линза, вот она, адрес, которая связывает эти два типа. То есть здесь у нас две стрелочки. Ну, даже сколько они? Что-что? Ну, там, в принципе, можно догадаться. То есть адрес равно А. Ну, это, вообще говоря, это просто длинная формула. Длинная формула. Это гетер. То есть линза – это объект, имеющий два элемента. Это гетер и сетер. То есть первая часть гетера мы хотим вытащить адрес из переданного объекта. Это вот гетер. И сетер, он принимает новое значение для свойства А, объект исходный, вот этот персон. И потом у этого персон заменяет строго только одно поле. Эдрес. Ну, вообще говоря, это все генерируется макросами. Здесь я просто написал, чтобы подробнее. А так это пишется аннотация здесь линзы. И все. И это все автоматически генерируется. Значит, мы здесь вводим исходные две стрелочки. И вот эта третья стрелочка – это у нас результат композиции этих двух стрелочек. То есть мы говорим, что имея персон, мы можем получить адрес. Имея адрес, мы можем получить стринг, соответствующий улице. Значит, мы можем выполнить последовательно эти две операции или вот эту цепочку выставить до конца и получить напрямую сфокусироваться на улицу этого человека, где он там живет. То есть мы построили вот эту стрелочку с помощью операции композиции. Ну, это используется в библиотеке Shapeless здесь. То есть там вот прямо объявлены похожие типы линз и композ линз. И, в принципе, линзы, они такие же, наверное, из колодии похожие. Ну, вот можно ссылаться самому на себя. То есть мы для любого типа можем построить линзу, которая указывает самому на себя. И если мы хотим сеттер вас использовать, то мы берем объект, заменяем его на переданный. Так, функтор. Функтор. То есть у нас, мы сказали, что у нас есть категория, и мы можем преобразовать категорию в другую категорию. Ну, вот самый, наверное, простой способ. Если у нас есть простые типы и функции на них, то мы можем построить другую категорию, уже основанную на лист, допустим, лист от тех типов, которые у нас были изначально. И, соответственно, если у нас была какая-то стрелочка там, то мы эту стрелочку можем превратить в стрелочку на листах с помощью операции map. То есть мы фактически берем исходную категорию и превращаем. Так, остановь по времени. Пора закругляться, да? Хорошо, я уже буду закругляться. Значит, переносим категорию обычных типов с помощью функтора, переносим категорию списков. В частности, хотелось бы обратить внимание на какие-то такие моменты. То есть мы можем... Ну, фактически здесь у нас только один параметр типа. То есть если у нас был исходный параметр типа, у функтора один аргумент. Вот этот f. Сейчас мы... Значит, в функторе у нас конструктор типа и способ переноса стрелочек. То есть если у нас была функция там, мы ее переносим сюда с помощью операции map. И вот она, этот map. Ну, она... Сигнатура map может немножко отличаться. Но по сути это что мы делаем? Берем на вход одну стрелочку, ну, в данном случае функцию, и получаем на выходе другую стрелочку. Реализация очень простая, в общем-то. Потому что у списков, ну, для списков, да, у списков уже есть операция map. У общенов тоже есть операция map. И у других каких-то классов тоже зачастую есть операция map, потому что она широко применима. Но мы можем реализовать функтор и написать обобщенные алгоритмы, которые выполняют этот перенос. Независимо от того, какой конструктор типа мы используем. То есть мы можем такой алгоритм написать, который будет работать со списками, с общенами, с любыми пользовательскими типами, с одним аргументом и так далее. То есть вот такие обобщенные алгоритмы мы можем писать на основе функтора. Вот у нас как выглядит этот перенос. Немножко тут страшненько нарисовано. Вот у нас исходная категория была. Обычные типы, обычные функции, условно говоря, да. А здесь мы каждую стрелочку можем с помощью мапа превратить в другую стрелочку, которую будет список элементов int переводить в список элементов int, например. То есть за счет того, что в каждом элементе применяется эта функция. И типы уже будут у нас снабжены вот этим конструктором типов. Ну вот такая конструкция. Значит, монады. Монады, так скажем, вот мы с вами немножко говорили про то, как у нас простые вычисления делаются. То есть если у нас идет цепочка вычислений, мы с помощью точек-запятой их связываем. Но иногда мы хотим связывать не простые вычисления, а вычисления, которые дают немножко более сложный результат. Ну то есть, например, мы имеем какой-то побочный эффект, меняем внешний мир. Или мы можем выкинуть исключение, точнее, может произойти ошибка по ходу вычисления. Вот если у нас вычисления имеют вот такую форму, то есть раньше мы рассматривали вычисления просто unit, да? Ну сделал что-то и свободен, поменял там что-то в этом мире и все. В функциональном программировании мы стараемся не менять, не пользоваться побочными эффектами. То есть не менять внешний мир без необходимости. Поэтому все, что мы хотели поменять, мы должны как-то спрятать внутрь вот этого функтора. То есть здесь будет как бы сам результат типа B. То есть мы выполняем функцию, там есть конкретный результат и какие-то побочные эффекты, которые спрятаны вот рядом с этим F. Например, как можно спрятать? Вот, например, вот таким вот образом. То есть у нас есть конечный результат вычисления. То есть если все сложилось хорошо, то мы получим результат. Либо произошла какая-то ошибка. И мы теперь хотим склеивать такие вычисления. То есть мы хотим последовательно выполнить вычисления. И если там где-то произошла ошибка, то мы ее хотим получить на выходе, а не в середине, не по дороге. И мы хотим вот это все сконструировать, а потом куда-то, например, передать. Для этого используются монады. То есть монады это моноид. То есть он обеспечивает склейку вот таких штук. Но единственная проблема с этим моноидом в том, что он работает с немножко более сложным элементом. То есть если с простых вычислениями были юнит, их было легко склеивать, то вот здесь вот нам необходимо использовать FlatMap. Ну вот эти вот немножко больше операций. И все. И мы получаем возможность склеивать вычисления. Так. Значит, дальше у меня часть про вот этот DSL. Я хотел бы подчискиваться. Либо я передам слово уже Паше, либо расскажу про вот этот DSL. Расскажу, да? Ну хорошо. То есть если никто там не торопится. Ничего? Ничего? Не, ну мало ли там. Вот. Значит, вот этот весь набор вещей, оказывается, может находить применение в реальной жизни. Ну, правда, реальная жизнь у нас тоже, так скажем, специфическая. Значит, я работаю в такой сфере, где у нас используются деревья для принятия решения. Вот они, классический UDNL. И внутри используется, ну, некоторый язык для того, чтобы описать это дерево, описать выражение, с которым оно работает и так далее. То есть вот некоторый язык работает. Мы имеем доступ к данным, то есть это дерево оперирует с чем-то. И внутри этих выражений встречаются логические выражения или не, равно, не равно, ну, такого плана. И мы хотим, то есть мы хотим гарантировать, что наше дерево прямо вот железно работает. И для этого мы хотим покрыть автоматическими тестами. То есть кто-то такое дерево написал, мы хотим построить полное покрытие, сгенерировать тестовые сценарии для того, чтобы у нас прошелся каждый путь в этом дереве. Ну, вот такая вот у нас задача. Значит, идея какая? Алгоритма. То есть алгоритм, там есть и другие варианты, как это достичь, такого результата. Значит, идея какая? Мы берем, генерируем случайные данные на входе, а потом в каждом узле дерева мы эти данные модифицируем. То есть мы раздваиваем исходные данные. И в одном экземпляре мы модификацию делаем такую, что сработает ветвь true. То есть в этом узле принять решение, будет принято решение отправить эти данные туда. А другой, соответственно, false. То есть мы данные раздваиваем на каждом таком узле, мы их раздваиваем. И мы на выходе получим, в конечном итоге, при определенных условиях, мы получим набор таких данных, которые изменены по ходу дела. И при этом, если мы любой из этих элементов запустим, он пройдет строго по определенному пути. И тем самым, пользуясь этим тесным набором данных, мы можем полностью покрыть деревом. Вот такая концепция. Значит, изменение, любое изменение данных, это операция, которая выдает тот же самый результат. То есть это, вообще говоря, маноид. И мы хотим иметь возможность эти изменения применять друг за дружкой. Ну, с помощью линц, например, мы можем изменить одно поле, потом другое поле и так далее. Проблем с этим у нас не возникает. То есть это как бы изначальная модель наших изменений, которая позволяет нам начать. И простые задачи по изменению описываются вот такими маноидами. Ну, вот как выглядит, типа, DSL для того, чтобы вносить изменения. То есть мы ссылаемся на какое-то свойство объекта с помощью антологии. Многим уже знакомы такое понятие. То есть мы описываем нашу предметную область с помощью свойств, которые оторваны от данных. То есть с данными мы здесь вообще не работаем. Мы только оперируем описанием. А потом за счет целого ряда преобразований мы получаем уже код, который работает конкретно с данными. Значит, мы ссылаемся на определенные свойства и говорим, вот этому свойству должно быть присвоено новое значение, указанное значение. Или мы можем вытащить это значение из какого-то другого поля. Вот таким образом. Или применить какую-то пользовательскую функцию. Как-то изменить что-то здесь. И дальше разработчик тестового вот этого дерева, да, то есть он получил дерево на входе. И разработчик говорит, для каждого узла ему надо преобразовать то, что там написано, в цепочку таких изменений. Два ему изменения надо писать. Чтобы туда пошел и туда пошел. То есть в принципе задача такая, достаточно посильная. И теперь, имея вот это описание, мы можем, это язык, фактически моноид, да, и мы можем этот моноид отобразить в другой моноид, как бы симметричный ему, который будет работать с реальными данными. То есть здесь мы имеем модельный язык, где мы оперируем модельными представлениями, и мы, как бы, планируем изменениями. А в этом, а фактически надо потом работать с реальными данными. Поэтому мы предводим преобразование вот этого языка в отображение, в эти линзы. Ну, в данном случае, поскольку у нас здесь этот язык пока маленький, нам достаточно просто превразить в линзы. Потому что мы слайм столько на свойства, взяли, превразили в линзы, и все прекрасно. Значит, следующий шаг у нас, пользователь может захотеть реализовывать какие-то функции свои. То есть не просто в этом модельном языке константами оперировать. Он говорит, что надо вычислять. То есть мы берем значение из одного поля и как-то его модифицируем, прибавляем там что-то, получаем ответ. То есть модификации, которые выражаются какими-то конструкциями уже. Вот как только мы перешли к функциям, то есть раньше у нас были изменения, этот тип сам себя превращался. У нас был просто маноид. А теперь у нас в нашем языке появились функции, которые берут данные одного типа и получают данные другого типа. То есть здесь уже у нас получилась сразу категория. То есть мы дальше говорим, что наш модельный язык – это вот такая функция, с которой мы можем дальше комбинировать их между собой. и потом уже эту категорию опять же превращать в реальный мир. Переводить. Так. И, наконец, следующий этап вот этого абстрагирования. То есть по мере развития вот этого DSL оказалось, что для некоторых задач требуется вот эти изменения описывать более детально, а именно сохранять значение. То есть там сохранять значение, давать имя какому-то значению. То есть мы что-то получили один результат, а потом хотим его использовать многократно. Это уже получается алгоритм, который может быть смоделирован с помощью лямбда-исчисления. То есть мы теперь в модельном языке имеем лямбда-исчисления. Тоже у нас дерево AST строится. И тоже мы точно таким же образом конвертируем это лямбда-исчисление в обычные функции. И еще один момент такой, что... Немножко назад. Вот эти типы A и B. Значит, типы A и B у нас модельные. То есть мы работаем не с реальными типами данных, а мы работаем в модельных типах. И мы еще хотим, помимо того, что мы стрелочку переносим вправо, мы еще и вычисляем тип результирующей функции, которую мы хотим получить. В чем здесь такая мотивация для DSL? То есть мы могли бы ту же самую задачу решать с помощью внесения изменений напрямую. То есть мы говорим взять объект, применить такие-то изменения и так далее. Это было бы, наверное, проще на начальном этапе, потому что мы просто модифицируем данные. Они, конечно, и mutable, и спокойно текут по нашему дереву, и мы применяем к ним изменения. Но при этом мы теряем внутреннюю самодокументируемость. То есть когда мы имеем DSL, то у нас сам текст DSL и дерево, которое мы получаем, он очень лаконично описывает, что мы хотим получить. И вот это является уже документацией. То есть DSL, который мы имеем именно в виде DSL, он значительно ближе к предметной области, и он понятен напрямую. То есть мы говорим измени свойства объекта таким-то образом. Если бы мы делали напрямую изменения, там был бы скалокод, а скалокод уже просто так не представишь в виде логических выражений. Второй момент. AST, который у нас получился, мы можем прогнать через оптимизатор. То есть вот это переписывание деревьев, мы взяли его и упростили, и выкинули, отрезали лишние ветви. С скалокодом это уже, наверное, сделать немножко сложнее. То есть, в принципе, тоже, наверное, можно, но немножко сложнее. Поэтому вот такие моменты. Значит, что в заключении хотелось бы сказать? То, что типы классов, или классы типов, эта штука очень полезная, и она даже в стандартной библиотеке скал есть. То есть вот этот орденник, он в стандартной библиотеке скал. Первое. Второе, то, что теория категории, которая недаром там появилась, вот в этих библиотеках скалов и кэтс, очень много библиотек, которые используют уже либо ту, либо другую библиотеку, потому что это универсальные понятия, они позволяют строить обобщенные алгоритмы. Поэтому, ну, как бы надо осваивать и использовать в работе. Вот. Ну и в частности, в каких областях можно применяться? То есть вот я их применял для переписанных деревьев и для того, чтобы преобразовывать один язык в, ну, там, вместо интерпретатора языка, фактически что-то вроде компилятора. То есть я один язык преобразую в другой язык. Вот. А, еще есть библиотека Spire. Она, по-моему, тоже используется. Клэдди, или кэтс, работает с числами. Там у них каким образом? Алгоритм один и тот же, но он может быть как с вещественными числами работать, с целыми числами работать, или с бигдецима может работать за счет того, что используют стайп класса. То есть, ну, какой-нибудь численный алгоритм, оптимизация. Для одних задач его надо, ну, есть задача, ну, мне надо просто посчитать, там, взял float какой-нибудь. Да, а если надо поточнее, то взял просто другой тип данных, подключил, и тот же самый алгоритм используешь. То есть вот этот Spire, он очень активно этим пользуется. Промонады, вот в функциональном подходе, функциональном программировании, это, как бы, очень много про монады. Почему? Потому что концепция вот этой вычислений и склейки вычислений, она является основой, как бы, программирования. А если мы хотим это сделать без изменения внешнего мира, то у нас вместо юнита появляются вот эти более сложные типы, функция, которая возвращает такой обобщенный результат с какими-то дополнительными сведениями. И для того, чтобы выполнять композицию таких вещей, требуется использовать монады. В использовании они достаточно простые. Ну, это обычный флэтмап или вот этот фор. Вот. То есть это легко использовать. Ну, вот, надо, как бы, сделать такой шаг и освоить. Все. Спасибо за внимание. Спасибо.